Из представленных на обсуждение стратегии и тактики экономического развития региона видно, что правительство стремится как удержать динамику развития области, так и исполнить все стахановские социальные обязательства. Валовый региональный продукт достигнет в плановом периоде размера в 1 триллион рублей, а средняя зарплата составит почти 37 тысяч рублей, в реальном исчислении увеличившись на 1,3 раза от уровня 2012 года. Индекс потребительских цен планируется на уровне среднероссийского 105-104,7% в год, что позволит обеспечить рост реальных располагаемых денежных доходов населения области, которые в плановом периоде будут расти в среднем более чем на 5% в год. В результате правительство предложило с одной стороны нарастить объем инвестиций до 270 миллиардов рублей к 2016 году, а с другой почти в полтора раза увеличить содержание бюджетников до 415 миллиардов. Складный план социально-экономического развития области, тем не менее, вызвал вопросы, которые привели министра в легкое замешательство. Социальные выплаты на оплату различных коммунальных услуг в 2014 году уменьшены с 6,5 миллиардов в 2013 год до 6 миллиардов в 2014 году, то есть на 500 миллионов рублей. Придом, что рост тарифа предполагается 107,2%, при инфляции 105%. Уровень бедности 15%, в РРР для сведения 10,8%. У нас был вопрос, каковы обоснования сокращения тех мер социальной поддержки малообеспеченных слоев населения. Что касается выделения бюджетных средств на компенсации гражданам, то этот вопрос прорабатывался с профильными министерствами, и мы предполагаем, что ситуация не будет хуже, чем имела место быть в текущем году. В духе плана экономического развития области противоречивым вышел и бюджет. С одной стороны, 5-6% рост собственных доходов, а с другой – увеличившийся дефицит бюджета и выросший госдолг, сокращение областных целевых программ, расходов на культуру, спорт, инвестиционную деятельность, поддержку промышленности и предпринимательства. И все это на фоне почти трехкратного увеличения сигнований для Министерства регионального развития. Как вот расставились приоритеты? Что нам больше нужны? Школы, спортивные комплексы, учреждения физкультуры или промышленно-логистический парк, здание управления автомобильных дорог, финансирование нового министерства. Под угрозой оказалось также исполнение некоторых наказов избирателей. Наказами займется специальная рабочая группа из чиновников и депутатов, успокаивал собрание губернатор. Исполнять будут, но посредством. В Убинском районе у меня одна жительница спросила, вот мне 10 лет назад обещали дорогу через наказы к населенному пункту, и ее до сих пор нет. Мы отремонтировали там опасные участки дороги, которые позволили устойчиво обеспечить служение. Но дорогу же мы не построили, я это понимаю. Вот такой диалог нужно просто с людьми честно вести, и тогда будет понятно и чиновникам, и, конечно же, депутатам. Зато, по словам главы региона, область может получить до конца года дополнительное федеральное финансирование на завершение строительства третьего моста через ОПИ. Это более 2 миллиардов рублей. В итоге бюджет приняли в первом чтении. Доработкой документа к следующей сессии займется рабочая группа.